Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ПС вновь программа «Вопрос священнику». Как всегда, в четверг мы вместе с вами. Я Михаил Карелин, православный журналист. И сегодня наш, мой и ваш гость, священник Алексей Денисов, настоятель Свято-Троицкого храма, что в Архангельске. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Рады, что вы к нам пришли. Вот. И о чем же мы сегодня поговорим? Ну, как вы знаете, говорим мы всегда на самые разные темы, которые неким образом касаются нас с вами, православия, церкви, жизни. Дороги к храму, к вере или в другую сторону. Ну, в общем, кто куда идет. Вот. И сегодня на Страстной Седмице мы решили долго не мудровать, а выбрали очень простую тему. Решили мы поговорить о болезнях. Ну, естественно, о человеческих, о духовных, о физических. Что, как, почему, откуда берутся, куда уходят. Вот. Зачем они нам нужны? Ну, начнем, наверное, с канонического, да? Что Священное Писание говорит нам о болезнях? Ну, вы хотите, чтобы я цитировал? Как? Сочтете нужным. Можете цитировать, можете от себя. Главное, в духе. Давайте вот, может быть, лучше определимся, что вас интересует вообще по поводу болезней. Что такое болезни? Откуда они берутся? Зачем они нужны? Зачем они нам не нужны? А зачем они тогда попускаются? Вот видите, они же не посылаются, попускаются. А может, посылаются? Нет, давайте разберемся. Я не знаю, посылаются они или попускаются. Но если про Священное Писание, то мы знаем, и по Священному преданию, что Бог абсолютно благ. Это одно из его качеств. Поэтому никаких гадостей, пакостей, несчастья, неприятностей, катаклизмов он нам не устраивает и не посылает. И никогда. Что же у него так с миром-то не заладилось, раз он там благ? У него не заладилось с миром, это у мира не заладится здравым смыслом. У нас, у людей, точнее сказать. Я вот раз возвращаюсь к этой проблеме. Вот предвечный совет, вот знал он, что будет вот так. Зачем так надо было оставлять все? Нельзя было по-другому предупреждать? Нельзя сказать, что он знал, понимаете? Вы уж меня простите, вы, наверное, не первый раз со священником общаетесь. Есть такое. Вот, и, конечно, это, видимо, на телевидении так принято, для живости беседы, для неформальности перебивать постоянно. Но вот священники, они ведь грешны тем, что привыкли проповеди говорить, их обычно в это время не перебивают. Поэтому, вот особенно про себя могу сказать, я человек слабый на голову, поэтому меня перебьешь, так я собьюсь. Я напомню. Так и забуду, что и сказать-то хотел. Вот, поэтому, если вы хотите что-то понять из того, что я пытаюсь сказать, лучше слишком сильно не перебивать, или часто, по крайней мере, не делайте. Хорошо. И так Господь благ. Вот, Господь благ, и никаких пакостей никому не посылает. И не заладилось ни у него с нами, а у нас со здравым смыслом. Не у животных, ни у мира, ни у гор, ни у морей, а у нас. Вот, и... То есть животные не болеют. Еще разочек, еще разочек. Еще разочек. Давайте мы не будем просто метаться, чтобы не потерять логическую цепочку, логическую связь, последовательность. Бог никому ничего, никакие гадости не посылает. Очень много путаницы в этом отношении, потому что у людей в головах спорят, даже как-то не раз сталкивался в прессе, в том числе и церковной, когда доказывают, что Бог, поскольку благ, поскольку Он есть любовь, то Он не наказывает. У нас очень большая проблема у современных людей. Мы теряем смысл, мы пользуемся словами очень неаккуратно, не придавая значения их смыслу, не задумываясь. И поэтому у нас очень много путаницы вот такой возникает. Например, в данном случае путаница между понятиями наказания и возмездия. Да, поскольку Бог есть любовь, то и возмездия у Него нет. Но как уже можно церковным людям говорить, что Бог не наказывает, если мы читаем Евангелие, кого люблю, того наказую. Но в чем состоит наказание Божие? Надо объяснить смысл слова «наказание». Конечно, наказание — это наказ. Наказ, запоминалочка. В разумлении, да. Поэтому, ну как наказывает Бог? Поскольку Он абсолютно благ, то Он, вот даже в отличие от нас, мы, любя своих детей, и не на эмоциях каких-то, не на взрыве страстей, а обдуманно, через силу, понимая, что это нужно, можем, скажем, по попе нашлепать, да, ради блага его. Или в угол поставить. Господь даже этого не делает. Он попускает нам. В чем наказание? Он попускает нам только в маленькой степени столкнуться с естественными последствиями нашего собственного образа жизни, наших собственных поступков. Только в маленькой степени. Не то, чтобы Он оставлял нас наедине с самими собой и с естественным ходом вещей, а только слегка позволяет обжечься, еще ограждая нас самих от себя. И в той степени индивидуально каждому, в какой может быть полезно этому конкретному человеку. А вот будет полезно или не будет, это зависит уже от человека, от его свободы выбора в этой ситуации. Господь моделирует те или иные ситуации, попускает нам с тем или иным столкнуться. А вот как воспримет этот человек, то есть Господь, зная каждого человека так, как никто его не знает, и сам человек сам себя не знает. И вот он попускает именно то, что может быть максимально полезно этому человеку. Но выбор все равно остается за ним, за самим. Как он будет реагировать, это от него зависит. Вот так. Увы, мы, к сожалению, в разумлении Божьего далеко не всегда воспринимаем. Да и далеко не всегда напрягаем свое ум, чтобы понять, почему это происходит. Ведь за что меня такой Бог послал? Это совершенно абсурдные вопросы. Если папа оговорил тебе 500 раз, не лезь в розетку, дядя, током ударить, не лезь в розетку, а все равно полез, током долбануло. И потом говорит, за что мне папа это устроил? А, кстати, сталкиваться с таким приходится. Мне, например, приходилось уже просто по какому-то жизненному опыту, представляя, чем это закончится, вот, например, образ поведения того или иного человека, не прозроливаясь, а просто уже по опыту знаешь. Можешь прослеживать более длинные причинно-следственные цепочки. И говоришь, вот если ты будешь продолжать себя вести дальше так же, то получится то-то и то-то. Нет, батюшка, не говорите так. Зачем вы так говорите? Потому что очень хочется именно так себя вести. Что вы мне каркаете. Да, да, вот-вот-вот. И потом, когда человек все-таки продолжает себя вести так же, и получается то, о чем предупреждал, говорит, вот это вы виноваты, это вы накаркали, зачем вы мне такое устроили? Странные отношения, на мой взгляд. Ну, вот вы же говорили, что у нас сегодня эфир начнется в 9 часов, а не в 20.45, как мы планировали. Так и произошло, кстати. Ну, это вы говорили, я-то с ваших слов транслировал просто. Дорогие друзья, я напомню, телефон прямого эфира 639-717, позвонив по нему, вы можете задать нашему гостю свой вопрос, ну, на тему, которую мы сегодня обсуждаем, или близкую, в общем, какую вам будет угодно. Ну, а болезни нам не нужны. Не нужны, давайте говорить. Это не замысел Божий, замысел Божий, и, в общем-то, не замысел Божьей болезни. Это результат нашего поведения. Но если так уж хотя бы кратенько, вот есть хорошая такая книжка, святитель Луки Война-Синецкого, вы, наверное, знаете, что он профессор медицины. Лауреат Сталинской премии. Да, 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 вот. И вот, кроме всех прочих книг, у него такая книга есть «Дух, душа и тело». Замечательная, хотя тоненькая, но очень хорошая книга. Где он как раз объясняет вот эти взаимосвязи. Есть у нас тело, которое из той же материи, из которой состоит Вселенная, и, собственно говоря, принадлежит этому материальному миру, является частью неотделимой его. Есть у нас душа, которая другой природы, той же природы, что и ангелы, и она является главным вместилищем личности человека. Есть дух, та связь, которую вдохнул, как сказано в Священном Писании, Бог в человека. Значит, он раздохнул, не сотворил. Получается, это принадлежит божественного естества. Но в то же время стало и частью нашего естества. Можно образно так сказать, что это та пуповина, которая связывает человека с Богом. Вот по этой пуповине человек получает ту жизненную энергию, жизненную силу, или как это в церковной традиции называется, благодать Божию. О которой святые отцы, тот же преподобный Серафим Саровский говорит, что главная задача христианского делания – это собирание, стяжание благодати Божией. Потому что нам жизненно необходимо. Богатырство. И вот эта связь, вот эта пуповиночка у нас нарушена еще со времен Адама и Евы, с их грехопадения. То есть с того момента, когда они захотели жить сами по себе, без Бога, по подсказке Станы. И эта связь начала рваться, она нарушилась. И в результате мы катастрофически, ну мы и сами добавляем еще своими поступками, которые противоречат любви, отталкивают нас от Бога, делают нас чужеродными ему, потому что он абсолютная любовь. В результате наша связь с Богом все больше и больше нарушается, и мы катастрофически недополучаем от этой благодати. И все наши проблемы, все наши неприятности связаны в корне именно с этим. И то, что наше тело болеет, умирает, что неестественно этого быть не должно по замыслу Божьему. То, что мы душевно все больны, я надеюсь, мы с этим спорить не будем, то есть психически. Некоторых, правда, это поражает, но психия, греческое слово, обозначает душа. Да, болезни души. Да, мы все больны, ну и социально больны, разобщены мы, да, и это все усугубляется со временем. Но духовно, соответственно, в первую очередь, это лежит в основе всех наших неприятностей. Но надо еще раз повторить, наверное, что Господь нас не оставляет один на один с нашими проблемами, один на один с нашей собственной дуростью. Не оставляет и позволяет слегка только обжигаться в той мере, в какой-то, может быть, нам полезно. А чего же тогда у людей нет ощущения вот явности Бога? Ну вот как мы, вот вы привели пример там с отцом, да? Зачем мне папа это послал? Понятно, что не папа, сам ты влез в розетку. Ну, папу-то я вижу, ощущаю, трогаю, целую, разговариваю, я кормлю. Хороший вопрос. На самом деле, естественно, человеку, конечно, и ощущать Бога. Но возьмите, перевяжите себе руку или ногу, передавите сосуды. Будет нарушено кровообращение, будет нарушаться чувствительность. А, ну вот отлежали мы руку или ногу, да. Да. Знакомое ощущение. Вот, вот. Ну, а ведь то же самое происходит, если кровопотери, да? Если сосуд поврежден, кровопотеря, то так же немеет. Но вот поскольку у нас нарушена эта связь с Богом, чем больше она нарушена, чем меньше мы получаем благодати, то есть в данном случае не кровь теряем, да, а благодать теряем, тем менее мы и чувствуем на духовном и на душевном уровне. Да, потом и на телесном тоже. Знаете, еще можно такой пример привести. Если вот, знаете, вот каратисты раньше ходят, но сейчас они ходят, набивают себе руки, ноги, чтобы болезнь, чувствительность болевая притупилась, чтобы не чувствовать это. Вот мы бьем себя, бьем, да, мы себе вредим, вредим, но в результате наша чувствительность теряется, конечно. Перетираем эту связь с Богом. Перетираем с небом. Ну вот вы упомянули в начале вашего первого ответа, что вот животные, они не грешат, они не болеют. Откуда тогда взялись ветеринары? Да, ветеринары получают образование в соответствующих учебных заведениях, оттуда они взялись. Просто весь мир сотворен для человека и под человека. Некоторые любители животных могут с этим не согласиться, как сказать. Вот еще, что же там человек, да, человек, это главное творение Божие, об этом священном писании сказано, любимое творение Божие, венец творения. Ни про кого другого так не сказано, даже про ангелов. Ну и действительно, вы задумайтесь сами, как здорово и удивительно. Мы уже вспоминали, в нашем естестве соединено весь материальный мир, принадлежностью которого является наше тело. Ангелы же живут только в тонком мире. Ангельский мир, можно сказать, поскольку наша душа той же природы. И божественное естество. Ведь мы читаем еще в Ветхом Завете и в Новом Завете, в Евангелии, где Господь в споре с фарисеями напоминает эти слова. Почему же тогда сказано ваше священное... Как же ты говоришь, ты человек, говоришь, что ты сын Божий. Он говорит, а как сказано в вашем священном писании, Бог, обращаясь к людям, говорит, вы боги. Именно поэтому, потому что у нас есть принадлежность божественному естеству, дух, который вдохнул нас в Господь. И этим отличается человек от животных, от духотворенности именно. И от всего остального. Вот. Даже ангелам это не присуще. Поэтому весь мир сотворен для человека и под человека. Если вот, возьмите пример, если человек здоровый и его постель, да, или больной и его постель. Постель больного человека носит отпечаток его болезней, его болезненных потов и прочего, прочего, прочего. Поэтому вот наш мир, в котором мы живем, который сотворен для нас, ведь Господь сотворил человека, мужчину и женщину, и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте собой землю, и обладайте ею, имеется в виду, конечно, не только планета Земля, а вообще весь материальный мир, вся Вселенная. Она сотворена для нас. И по мере того, как мы теряем свою связь с Богом, сами себя разрушаем, все больше и больше погружаемся в неестественную, незадуманную Богом, а приобретенную нами в результате нашей дурости болезнь, тем больше разрушается и портится окружающий нас мир. А человек был таким же до грехопадения, я имею в виду внешне? Вы знаете, это интересный вопрос, который никакими соборами не решался. Есть частные мнения разных святых отцов по этому поводу. Но хотелось бы надеяться, что мы все-таки сможем, несмотря на всю нашу дурь, выбрать не ошибиться, выбрать все-таки Бога, выбрать жизнь, к чему нас призывает. Он говорит, перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь. Остаться в жизни, для чего нас Господь и сотворил. И когда говорится, что будут открываться страшные тайны бытия, имеется в виду не какая-то ужасная, там, ужасный секрет, а страшная по своей глубине бесконечности и интересности. Страшно и интересно же, как все это? Интересно. И хочется, чтобы эти тайны бесконечно нам открывались. И столько интересного на самом деле. Но только для этого надо остаться в жизни, не надо выздороветь. А для этого надо выполнять назначение нашего врача. Это возможно только в рамках православия? Ведь сколько религий, да? Ну, вот пытаются уже достичь каких-то высоких тудистов. Вы знаете, вы не сталкивались с книгами такого известного писателя духовного и романаха Серафима Роуза. Вот он очень хорошо раскладывает по полочкам и говорит о том, что по большому счету религией можно назвать только православие. Поскольку само слово обозначает, ну, понимаете, да, лига, корень слова лиг, это соединение, как в нотах, значок, что футбольная, там, хоккейная лига, что лига нации, да, то есть соединение, объединение. Ну, а приставка Ре имеет значение возвратного действия. То есть можно сказать, что религия — это воссоединение, по-русски так сказать. Воссоединение человека с Богом. То есть это путь, который ведет к воссоединению вот этой нарушенной связи. Понимаете? И это воссоединение не может произойти ложным путем. Если какие-то ошибки есть, при всех... Почему храбославие претендует на истинность пути-то? Оно не претендует, это просто де-факто. Это объективная реальность. Можно с этим соглашаться, можно и соглашаться, но это так. Понимаете? И расшаркиваться, говорить, что да, может быть, там одновременно совершенно противоречащее этому что-то, может быть, тоже истинное. Ну, понимаете, плюрализм, когда мы говорим об объективной реальности, наверное, не совсем уместен. Вот это зеленый цвет, понимаете? Ну, если кто-то считает, вот такой художник он, понимаете, он считает, что это розовый, или голубой, или еще черный. Ну, да, вы знаете, где-то вот, наверное, вот что-то вот... Извиниться, достаточно будет освещение, или выключите вовсе, они будут все черные, одинаковые. Будут казаться. Будут казаться. Почему цвет такой? Так нам и так все кажется, потому что в определенных условиях физических мы находимся. Нет, не согласен, извините меня, пожалуйста. Цвет определяется длиной волны отражения, да? Вот эта поверхность отражает такую длину волны, поэтому цвет такой. А вы сейчас начинаете потихонечку, может, незаметно для себя сваливаться с субъективизм. Ну, тогда можно далеко зайти с этим, понимаете? Тогда можно, если вы считаете, что все зависит только от вашего восприятия, но тогда, если вы посчитаете, например, убедите себя, что выпив концентрированную кислоту, там, серную, скажем, рисоляную или уксусную, вам никакого вреда не будет. И не будет, да? Стоит только так вот убедить себя в этом, да? Вот я так считаю. Нет, существует, извините меня, объективная реальность, независящая от того, что мы об этом думаем. И вот православие — это истина, это объективная реальность. Можно думать по этому поводу все что угодно, от этого реальность не изменится. И это, знаете, тут дело-то ведь не в том, что там кого-то унижает. Пожалуйста, православие — это не какая-то русская прерогатива, это Вселенская Церковь, и она открыта для всех, для любого человека, вне зависимости от того, где он родился. И говорит, что ну раз человек родился в такой традиции, ему же приходится там быть ничего подобного. И примеры есть очень яркие. Пожалуйста, там Христофор Салахверзи, есть вот такой человек, и значит, что он еще есть, никуда он не делся. Он сейчас, видимо, иеромонах в мастере святой великомученицы Екатерины у подожжения Синайской горы. Который несколько лет назад принял православие. Да, из мусульманства он перешел. Книга есть у него, которая описывает как раз этот процесс поиска Бога, как он, естественно, начал сначала изучать мусульманство, Коран, причем, естественно, в первоисточнике, на арабском языке. Но потом дальше искал, 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 и вот пришел к православию. То же самое родившийся, выросший в традиции адвентистской, если не ошибаюсь, Серафим Роуз, Юджин Роуз, искал Бога. Он искал ничего-то другого, именно Бога. И он нашел, это нелегкий путь был. Есть книжка Питера Гилквиста «Возвращение домой», где описывается то, как целый ряд, я не помню, сейчас могу ошибиться в количестве, 15, 20, 30 приходов общин протестантских в Америке решили искать, сохранилась ли преемственность апостольская. И решили начать изучать этот вопрос от самого начала, постепенно. Это не один год у них заняло. Они периодически встречались на конференциях, обсуждали то, что они нашли. В конце концов, они нашли, что это православие. И они тогда постепенно, не без боли, не без проблем, но приняли решение присоединиться к православию. Не так все это просто произошло, но произошло, тем не менее. И таких примеров можно приводить, приводить и приводить. Именно к православию, а не к римско-католической церкви? Нет, к православию. А что же, в римско-католической церкви они не нашли преемственности? Ну, это надо тогда взять книжку и почитать. Не нашли. Я заинтригован. Почитать? Я думаю, что сейчас в интернете можно многое найти. В англиканской церкви нет преемственности, насколько я помню. Мы сейчас перейдем к такому спорному вопросу. На этот вопрос мнения есть разные у разных людей, в том числе и находящихся в лоне православия. На самом деле католицизм был признан как преемственность из политических соображений. Тогда, когда пристелена была Украина к России, и там множество людей было крещено католицизмом. Вы знаете, что Петр Первый устранил патриаршество, и церковью долгое время управлял правительствующий сенот, которым руководил император, но его ставленником был оберпрокурор Священного Сенота, который был не только нефсанин, но иногда был неверующий человек или протестант. Да, и тогда даже протестант был. Представляете, что же там можно было тогда, как там все решалось. Естественно, когда птенцы Петрового гнезда, многие были из протестантизма, и сам он не больно православный был, вы это знаете прекрасно, то что удивляться, что там объявили и это хорошо, и это хорошо, и это хорошо. Но если мы посмотрим, например, что говорил по этому поводу поместный собор во главе с священномучеником Гермогеном, патриархом московским, когда решали, как принимать Марину Мнишек, для того, чтобы она могла вступить в брак с Лжедмитрием, то перекрещивать ли ее, или миропомазать, или через покаяние принимать, а она католичка была. То, что было сказано собором нашим поместным, что не перекрещивать, а просто крестить, потому что, я очень близко к тексту цитирую, потому что католическое крещение не есть крещение, а мытье во осуждение, не есть крещение во спасение, а мытье во осуждение, просто крестить. Вот это цитирую слова того собора. Конечно, политическая действительность того времени, война с поляками могла какой-то отпечаток наложить на это, ну, конечно, могла. Ну, вот, я говорю, что поскольку в свое время Римская Церковь Православная отпала от Единства Вселенской Церкви, вступив в Унию, ой, вру, я, простите, перепутал, это уже там позже были истории, отпала по, хотя бы даже по такой причине, что исказили символ веры, да, знаете, филиокфия так называемая. Вот. Произошло это разделение, было взаимное анафематствование, ну, и потом там столько уже было. Ведь сказано, что если кто-то так символ веру что-то прибавит или убавит, анафема добудет, то есть отлучен от церкви. Но это изменение произошло, уже одного этого достаточно, да. Ну, пожалуйста, ведь этому сообществу никто не закрывает возвращение в православие. Пожалуйста, на здоровье возвращайтесь. И будем вместе. Ну, хорошо. Возвращаясь к нашей основной теме. Вы очень интересный собеседник. Спасибо. Почему святые-то болеют? Так вы что думаете, что святые, не грешные, что ли? Грешные, конечно, но какие им страшные болячки посылаются? Не посылаются, не посылаются. Попускаются. Попускаются. Вы упустили один очень важный момент из того, что я говорил. Каждому человеку Бог попускает не за то, а то, что ему может быть полезно. А потому что? Для того, чтобы. А для того, чтобы. Да, попускает. И попускает в меру его сил. И то, что может быть ему полезно. Понимаете? Если человек какой-нибудь там бандит вот с такой шеей, с толстой цепью золотой, как это раньше принято было описывать, да, вот разбойник какой-нибудь, который от Бога очень далек, и попустит ему что-нибудь такое, что святому, может быть, он озлубится, например, только еще больше. Не понесет. Понимаете? Какой смысл? Господь как сердцеведец знает. Конечно. В том-то и дело. В каком объеме. Еще раз повторю то, что уже говорил несколько раз, что Господь попускает только частично столкнуться каждому из нас индивидуально в той мере, в какой может быть полезно этому человеку. А я напомню, телефон прямого эфира 639-717. Звоните и задавайте свои вопросы священнику Алексею Денисову. Ну, батюшка, а вот такой бич 20 века, уже и 21, наверное, рак. Это приговор или венец? Я вот слышал, читал в какой-то из книг, автор, к сожалению, не вспомнил, что многие русские святые молили об этой болезни. Ну, вы знаете, что вы говорите, когда приговор, что вы имеете в виду? Штука приговор. Мы все давно приговорены. Смерть телесная, я имею в виду. Это вот именно, опять-таки, некий наказ, или это вот именно венец, как вот выдержи последнее? Все то же самое. На самом деле, болезни, которые приводят к телесной смерти, очень много. Тот же панкреонекрос, например, да? То есть, так же может человек помереть. Тот же ВИЧ, тот же ВИЧ, тот же ВИЧ, тот же гепатит. Здоровыми люди не умирают же. Дело в том, что здоровыми люди не рождаются. Знаете, когда я учился в медицинском институте, в нашем замечательном, прекрасном медицинском институте, у замечательных педагогов, кстати, сегодня состоялись, наконец, выборы ректора, и вот этот период подвешенного состояния, слава богу, наверное, закончился, когда были только его. Так вот, нам тогда давали статистику, это было достаточно давно, уже много лет назад, официальную статистику. Но вы понимаете, что официальная статистика, неволенность все равно чуть-чуть хотя бы в лучшую сторону отличается. Да, да. И вот, тем не менее, нам говорили, что только 4% детей рождается практически здоровыми. Практически здоровыми — это не то, что здоровыми, да, это нет ярких проявлений, болезней просто таких. Вот. Так, понимаете, что за то время, которое прошло, лучше-то ведь не стало. Мы все... Ну, а если еще вспомнить о том, что произошло с Адамом и Евой, да, с Адамом и Евой. Ну, что... Ну, нарушение связи с Богом, да? Нет, кому-то чего здоровыми рождаться? Бог уже все по силам. Так а вы... Послушайте, 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 это ведь не за, еще раз, не путайтесь, это не за, это результат. Дело в том, что человечество все это — единый организм, единое целое. Мы все части одного организма. Это объективная реальность. Может соглашаться, может нет, но это так. Ну, как минимум, часть экосистемы под названием земля. Ну, не экосистема, это часть единого организма. Почему Господь и говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Потому что у нас есть объективные основания для того, чтобы вы могли бы на меня показать пальцем и сказать, это я. Я могу на вас пальцем показать и сказать, это я. Это объективная реальность. Это так. Ну, соответственно, если вы вредите себе, вы вредите мне. Если я врежу вам, я врежу себе. Если я пользу приношу себе, то приношу пользу вам. Если врежу себе, то врежу и всем окружающим. Вообще всему человечеству, да. И это потом все равно откладывается. Как эта связь построена? Вот поясните несколько мне и слушателям. Ну, как построена связь в организме? Это что-то консцендентное, прям волшебное. Не волшебное, нет. Но в организме все понятно. Тут все вот в одной оболочке. Нам приходится же образы какие-то предлагать. Да, но ведь возьмите, посмотрите на организм не со своей нынешней точки зрения, а с точки зрения клетки, которая в этом организме живет. Ну да, где-то в мизинчике. Да, она клетку, которая там в другом мизинчике. Клетку, которая в другом ухе. Да. Она ее знает, видит. Нет, ну взаимосвязь-то есть. И вы спросите у нее, ну какая-то взаимосвязь-то может быть. Ну она есть. Вот. Я не знаю, насколько этот образ понятен. Так, значит. Соответственно, если мои предки вели себя так, что они себе вредили в той или иной степени, это все равно на мне сказывается. Я их не виню, потому что я и сам глупости делаю, и своим потомкам тоже наследие не очень-то хорошее оставляю. К сожалению. Наши предки ведь не только глупости делали, но они делали много и хорошего. Если так смотреть, то мы это все больше и больше глупостей делаем, на самом деле. Если нас нынешних сравнивать с тем, что были когда-то, ну в общем, конечно, да, то есть не каких-то отдельных, потому что разные отдельные личности, если в общем, общую тенденцию брать, то, конечно, все катится вниз, на самом деле, к сожалению. Увы. И поэтому дети наши несут этот груз, мир лучше не становится. Мир лучше не становится. Хотя отдельная личность. Да, отдельная личность, это другой вопрос. Это отдельный вопрос. Вот, а несмотря на наличие всяких самолетов и машин, ведь лучше-то не в этом. Лучше-то отношение между нами. Или хуже, да? Вот я помню, как у нас в городе, что там говорит про деревню, где там двери не закрывали, сведник поставили там у двери и пошли. От скользника. Никто не зайдет, да. Нет, просто обозначение, что никого дома нет. Все. У нас, я помню, не то что в подъезде, вот четыре дома было, пароходских, мое детство, пятиэтажки четыре, у каждой пять подъездов. И вот все там друг друга знали просто. Все друг друга, и дворы все, все друг друга знали. И уж не говоря там про личную клетку и подъезд там, да, и зачастую там и дверь оставили открытой. И вообще помню, что между дверями подъезда, там во многих случаях стояли шкафы, где без всяких замков или с минимальным замком, чаще всего без них, стояли всякие соленья, варенья, и никто не брал ничего. Все друг друга знали. Ну а сейчас как? В какую сторону изменилось? Сейчас мы не в упор друг друга друг друга не видим. Так что, к сожалению, да, этот процесс идет, увы. Но правильно вы повернули, что отдельные личности, несмотря на это, могут бороться за выздоровление? Могут бороться за жизнь свою? Но таким образом они приносят пользу не только себе, а вообще всем. Вот как преподобный Серафим Саровский говорит, стяжи Мерендук, то есть благодать Святого Духа, и тысячи спасутся вокруг тебя. Потому что вот апостол Павел говорит... А поясните, вот этот Дух Мерена, это что? Это благодать Святого Духа как раз. Мерендук так называет Святого Духа. И тот же апостол Павел говорит о том же. От верующей жены освящается неверующий муж. Это касается не только жены или мужа. Потому что человек собирает благодать. Поскольку организм один, то эта благодать и достается вообще всем. Но, естественно, в первую очередь, она касается тех, кто близко к нему. Но об этом же немножко по-другому сказано. С преподобным преподобным будешь, а состроптивым развратишься. И здесь речь, конечно, и о примере, но и не только о примере. Но и вот мистическая, невидимая сторона тоже работает. А у нас в гостях священник Алексей Денисов, очень интересный собеседник. И телефон нашего прямого эфира 639-717. Звоните, ваши вопросы, я думаю, найдут ответ. Что-то мне подсказывает. Эквадр нашей передачи позади. Давайте перейдем от болезни к выздоровлению. Как выздоравливать-то? Можно болезнь, скажем, отмолить, что называется? Я не совсем понимаю вот это выражение. Или, точнее, совсем не понимаю. Отмолить. Расхожее выражение. Вы знаете, очень много всяких выражений, за привычностью которых пропадает смысл. Теряется смысл. Поэтому давайте будем как-то по-другому выражаться. Как правильно. Чтобы было понятно. Да дело не в том, как правильно, а как понятно. Чтобы было понятно суть. Что делать? Как быть с болезнями? Лечить. Когда телесно заболеваете, вы идете к человеку, к врачу, который разбирается в нормальной физиологии. Ну, так должно быть, да? Не то, что он на фельдшерском уровне знает, что вот эта таблетка от головы, а эта таблетка от живота. Ну, хотя не хочу обижать фельдшеров, есть очень знающие, понимающие фельдшеры. Ну, так принято говорить, что от врачебного уровня человек уже должен знать, какие процессы происходят в организме, в том числе и на клеточном уровне, и как возникают болезни, и на каком этапе, и как можно подействовать на этот процесс. Он знает нормальную физиологию, знает патологическую, от физиологии патологическую, и разбирается в сути проблемы. Вы обращаетесь к такому человеку, и он старается, разобравшись с комплексом всех ваших проблем, поскольку есть медицинская заповедь, что лечить нужно не болезнь, а больного во всей совокупности проблем. Очень важная заповедь, которая на самом деле работает и во всех остальных сторонах жизни, не только в телесной. И назначает вам соответствующее лечение. Мы понимаем, что корень-то проблемы глубже, что тело, его болезни — это уже следствие. Ведь тех же болезнетворных микроорганизмов Бог не сотворил. Он не творил вирусов, не творил. Это уже следствие нашей деятельности. Ведь в каком смысле? Есть такое понятие условно-патогенная флора. Знакомо, нет вам? То есть микроорганизмы, которые живут в нашем организме в разных его средах и которые не вызывают болезни. Они там сапрофиты, скажем. Они живут себе, живут, в чем-то там участвуют, потребляют отходы нашего производства. Но когда ослабевает иммунитет по тем или иным причинам, то они начинают вызывать уже патологию. Они начинают вызывать болезнь. Так вот, на самом деле, все микроорганизмы, самое страшное, они изначально условно-патогенная флора. И то, что они вызывают у нас болезнь, это результат того, что мы очень сильно ослабили свой иммунитет в очень широком смысле. Из-за потери благодати, из-за потери или из-за нарушения, то есть, сказать, очень значительной связи с Богом, с жизнодавцем, с тем, кто источник жизни, жизненных сил. Вот. Но, соответственно, если мы хотим лечиться комплексно, учитывая не только телесную проблему, то есть, лечить уже не болезнь, а больного, не какой-то кусочек, начинать надо с корня, да, с патогенеза. Вот мы говорили, что патогенеза – это нарушение связи с Богом. Значит, надо тогда... А с любого болезня, это духовная болезнь, в первую очередь. Конечно, все сопряжено. Не все вот так прямо, цепочки причинно-следственные бывают достаточно длинные, но, тем не менее, это однозначно, и об этом, кстати, говорили очень многие великие наши врачи. Тот же Пирогов об этом говорил, например, да, и физиолог Павлов об этом говорил, верующий человек. Ну, многие, многие, многие великие врачи, верующие люди, они прекрасно это понимали. И сейчас, вот, я член Всероссийского общества православных врачей, мне приходится бывать на съездах православных врачей, и там... Вы практикующий врач? Ну, в какой-то степени, может быть, так, скажем-то. Мне приходится заниматься врачеванием душевным, психи, да, вот, помогать людям, подсказывать что-то. А кто вы по образованию медицинскому? Терапевт я, терапевт, да. Вот, но я-то не про себя сейчас говорю, а про тех светил нашей медицины современных, которые в этом обществе, с которыми счастлив сталкиваться, быть знакомым и общаться. И, кстати, в нашем медицинском университете тоже есть отделение общества православных врачей, в которое входят замечательные профессора, доктора наук, очень знающие, замечательные люди, подвижники своего дела. И вот от них можно набираться очень много знаний. Они о том же говорят, о взаимосвязи духовных проблем и телесных. Но это, в общем-то, уже очевидно, на самом деле, для человека, который имеет какой-то опыт духовный и имеет навык обдуманно относиться к тому, что с ним происходит, делать какие-то выводы из опыта своего. Поэтому, безусловно, нужно и тело лечить, нужно быть комплексный подход, нужно лечить и душу. То есть надо стараться делать все для того, чтобы восстанавливать нашу нарушенную связь с нашим создателем, нашим творцом, источником жизни. Как это делать? Вот, пожалуйста, Евангелие — это рекомендация. Вот, пожалуйста, заповеди — это режим, который предписан нам Господом, чтобы себе дальше не вредить, отвратись от зла, сказано в Псалтире, да? — Ты посчитаешь Евангелие и голова пройдет? Или проще цитрамончику выпить? — Нет, Евангелие — это назначение. Прочитаешь назначение врача, и сразу голова пройдет? Врач выписал вам рецепт, вы его прочитали? Да, талис дозис. И сразу голова прошла. Нет, надо лекарства попринимать. А ведь кроме того, что лекарства принимать, нужно еще соблюдать режим, нужно соблюдать рекомендации, не лениться их соблюдать, и вовремя принимать лекарства. Лекарства нам дано, пожалуйста, таинства, через которые мы даром, не по своим усилиям. — То есть рецепт — это заповеди, другими словами. — Заповеди перед не только десяти. Ведь все, что Господь говорит, делайте так или не делайте так, это все заповеди. Ну, русский язык удивительный, да? Веть — ведать, по — ведать, за — поведать. — То есть дать знать на будущее, да? Понимаете, какая штука? Ведь связь с Богом, она не вещественная, это мы образно сказали. Льется поток воды. Вот так, скажем, подставить, попадет туда что-нибудь? — Ну, естественно. — Нет, так. Капельки какие-то уже будут попадать. Так, ну, немножечко наберется. А если так, не только наберется, но будет обновляться постоянно. Вот это нормальное состояние человека, когда он устремлен к Богу, направлен к нему, открыт. Потому что Господь говорит, что он изливает благодать свою одинаково на всех. И на добрых, и на злых, мы читаем в Евангелии. — Как солнышко сидит. — Да, но вот куда мы, насколько мы повернуты? Понимаете, какая штука? От этого зависит. Так вот нам, казалось бы, не делай зла, чтобы не делать себя чужеродным Богу, который абсолютная любовь, и делай благо, чтобы себя к нему поворачивать. И ты получишь в достаточной степени этой благодати и выздоровеешь. — А нет, мы настолько слабы, что настолько мы уже благодать потеряли, настолько мы истощены от этого, что сами справиться не можем. И поэтому Господь нам дает таинства, посредством которых мы не через свои усилия, а даром получаем благодать дополнительно, чтобы восстановить наши силы. Но это нас не вылечит. Силы-то даются. Дальше это действуй. Используй это. Но вот если человек находится в состоянии кахексии, истощения очень сильного, и вот ему дать сразу есть достаточно много, он не усвоит это. Может получиться так, что он все равно умрет, он не может столько усваивать. Что будут делать одновременно? Он, конечно, куш-то должен стараться потихонечку, помаленечку разъедаться, приучать свой организм тому, чтобы получать необходимое естественным путем. Но кроме того, ему будут внутривенно, капельно обводить питательные растворы. Как подарок такой, да? Понимаете? Не его работа, а подарок такой. Вот. Таинства нам для этого даны. Все таинства предназначены именно для этого. Для того, чтобы подавать нам благодать, которая, как говорится в одной из молитв, дневочная, врачующая, яскудевающая, восполняющая. Даны рекомендации, как жить, как себе не вредить и как себе приносить благо. Даны врачество, лекарства, таинства. И задача-то ведь, вы поймите, не только в том, чтобы здесь перестать болеть. Вряд ли это у нас получится. Самое главное, это чтобы выздоровела главная наша часть, душа, которая главная вести личности. И выздоровела-то в чем? Чтобы то, что для нас естественно, объективно, быть устремленным к Богу, вернулось. Ведь право выбора, свобода выбора, свободу выбора нам Господь всем дал. Никогда ее не отнимает. И никого за то, что ты делал, нету такого. Понимаете, если мы читаем у святых отцов про хартии какие-то, надо понимать, что это образно написано. Это образное выражение. Нельзя воспринимать буквально. Вынуждены были, святые отцы, так говорить, к людям обращать, которые не очень понимают. Подбирать для них понятные для них образы, как апостол говорит, я с рыбаками был, как рыбак, а с землепашцами, как землепашец. То есть понятные для людей это образы тоже. На самом деле никто никакой бухгалтерии не ведет, не сравнивает, дебет-кредит не подводит. И потом, вот ты сделал больше добрых дел, чем злых на одно, и поэтому иди-ка ты, братец, в царство небесное. Не хочу я к вам идти, не нужен никакой царство. Нет, все равно пойдешь. Или другой человек, скажем, на одно, на два дела злых сделал больше, посчитали, подвели баланс, сказали, так, ну все, отправляйся в ад пинком. Не хочу, простите меня, я больше так не буду. Нет, отправляйся в ад. Такого нет и не будет никогда. На самом деле, Господь дав нам свободу выбора, никогда ее не отнимает от нас. И выбирать-то придется каждому из нас самому. И вот выбрать, не запутаться, а выбирать-то будем мы, исходя из того, что привыкли выбирать. Какими мы стали. Ведь на самом деле, Богу не важно, на самом деле, что мы там делаем, какие-то ошибки допускаем, те или и эти. Дело в том, что вот эти наши поступки, они меняют нас в ту или иную сторону, они формируют нас как личность. И исходя из этого, мы и будем делать выбор. Понимаете? Это Бог не изменен, недвижен во всех отношениях. Мы же меняемся все время. И каждый наш поступок, каждый наш выбор нас меняет туда или туда. Так вот вопрос в том, какими мы станем. Об этом в Священном Писании говорит Господь нам, что если не обретете еще здесь, находясь Царствие Небесное, про которое он также говорит, что Царствие Небесное внутри вас есть, то и потом там не окажетесь. Потому что Царствие Небесное это не столько места, сколько это общность, состояние, это общность личностей, которые живут в единении, любви и устремленности к Богу. Понимаете? Начиная с самого Бога, в котором три личности в абсолютной любви взаимной. У тебя же суда никакого нет. То есть человек умирает и принимает решение, куда ему... Это такой суд. Это тоже этиобразное выражение. Вы же не думаете, что Бог садится в судейской манте и шапочке и начинает перелистывать материалы дела. Надеюсь, что так не думаете. Нет, конечно. Ну что такое суд? Это тоже образно говорится. На самом деле, ведь когда умирает тело, тело человека — это другое. То есть это часть человека только. Умирает тело, то мы читаем, что предстает человек пред Богом, потом еще раз предстает. А зачем предстает-то? Господь себя являет. Вот он я, выбери меня. Вот, чадо мое, отец твой создатель, твоя жизнь. Выбери меня. Но человек и тут может отвернуться и не выбрать, потому что он привык выбирать другое. И бесы, промытарство, описывается на то, что, понимаешь, это образно. На самом деле, никто там силком не удержит. Как они здесь, Господь им позволяет только делать нам предложение, не более того. А наша воля — выбирать или не выбирать. А они знают уже все наши привязанности, изучили за жизнь, ничего не забывают. На чем нас можно уловить, как рыбку? На какую приманку? Понимаете? И сам человек задерживается. Так вот, я все-таки к Богу пойду? Или я привык выбирать что-то другое? Иллюзии создавать бес умеют очень хорошо. Возьмите сон, например, про который говорят маленькая смерть. Человек, скажем, который наяву себе не позволит такого, а во сне все-таки ведь какая-то часть воли все равно во сне сохраняется. Она ослабевает очень сильно, но какая-то часть сохраняется. Смерть — это как сон. Есть же такое образное выражение. Сон — это маленькая смерть. При смерти тела очень сильно ослабевает воля человека. Очень сильно ослабевает. Настолько, что изменить вектор направленности, устремленности человека, если возможно, это крайне сложно. А может, и вовсе невозможно. Поэтому Господь и говорит, зачем застану, потому сужу именно в этом смысле. Не то, что он подглядывает из-за угла, ага, попался, а именно за смертью тела. Вот куда человек стремился, тянулся? Почему, например, говорят о том, что святые мученики, или как по-гречески назовет Марти, свидетели в переводе, почему они говорят, что они митарство так проходили, как пули, нигде не задерживались? Потому что в момент физических страданий тяжелейших, когда человек всей своей душой, чтобы вытерпеть, этот к Богу устремлен, и вот этот, как вы знаете, машины гоночные, которые на месте сначала стоят, шлифуют колесами, а потом отпускают тормоз, и как рванул с места. Вот у него так же, понимаете? Он в этих страданиях настолько устремился к Богу, чтобы преодолеть страдания, на ней не сдаться, все свои силы туда направил, что когда тело умирает, он туда и прям, он же выбор свой сделал, потому что. Он многое видит, потому что к нему стремился, а можно в упор не видеть, понимаете? Когда человек не любит кого-то, ну, в упор не замечает. Вроде тут рядом с ним кто-то ходит, а он его просто не видит. Вот так. Вот так, к сожалению, у нас бывает и в отношении к Богу тоже. А если человек стремится, стремится, стремится через всю свою немощь, пускай он снова и снова падает в грех, но он изо всех сил старается. И каждый раз упав, он снова корит себя и снова старается подняться. То в нем все-таки нарабатывается, наверное, вот эта устремленность. Да почему мы так удивляемся, иногда мы читаем именно в предании священном, о том, что вроде бы такие грешники обретали Царство Небесное. Да потому что он стремился к нему, несмотря на всю свою слабость. Он падал в грех, ну, несознательно, он старался удержаться. Не то, что, ай, да ладно, сойдет, потом как-нибудь там. Нет. Он из всех сил стараться удержаться, не удерживался, падал, страдал по этому поводу, не шел на сделку со своей совестью, да, не уговаривал себя, что ничего страшного. Нет, страшно, плакал, снова поднимался, снова пытался. То есть он делал каждый раз все равно свой выбор, понимаете, в какую сторону. Все, ушло вот это вот мотание, но все равно он стремился-то в какую сторону. Вот. Чем я был, того непонятно, что они стали сильнее. Понятно, 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 понятно. А я вот задам такой дурацкий вопрос. Человек вправе себя успокоить тем, что он идет в нужную сторону, вот если его не посещают никакие болезни? Вы знаете, человек вправе, как апостол Павел говорит, все мне дозволено, но не все полезно, да. Это дело здесь не в правах. Именно критерий, и то высказывание апостольское, которое мы сейчас только что привели, критерий указывает выбора. Полезно, не полезно? Вот. Но не полезно. Опасно. Успокаиваться опасно, конечно. Конечно, успокаиваться опасно надежду иметь, да. Но успокоенность и надежда, это ведь разные вещи, правда? Когда появляется такое успокоение, что надо делать-то? А надо повнимательнее на себя смотреть. Надо реально на себя смотреть. Вот такое совершение успокоения, это прелесть. Учительное стекло помощнее взять, да. Это прелечение, это ошибка, понимаете? Вы сейчас сидите здесь, а откуда вы знаете, что сегодня не поврете? Не знаю, может быть, через мгновение сердце остановится. А у вас может быть аневризма, аорты, вы знаете? Вы обследовались? Или аневризма сосуда, знаете, такой растянутый участок, который может лопнуть в любой момент, где-нибудь в одном из сосудов мозга. Мы же этого не знаем. Не знаем. Поэтому успокаиваться, но и в панику впадать. Понимаете, тут есть крайности. Одна крайность, другая, они всегда плохи. Две крайности, две стороны, одну медаль. Надо всегда золотую середину искать. А вот как ее почувствовать? Не почувствовать, нам постараться сначала понять. Вы когда отлежали себе руку или отсидели ногу, вы же не на чувства ориентируетесь, правда? На понимание. И поэтому Господь через священное писание и святые отцы к нам обращаются именно к нашему пониманию. Да, в норме мы должны бы чувствовать. Но до этого еще дойти надо. Надо сначала понять, надо постараться устранить препятствия кровотоку и начать разрабатывать. И вот все те предложения, которые делает нам Господь, это как раз разработка. Глубоко задумались? Да, очень глубоко. Несколько слов о таинстве Соборовне. Его в чем смысл? Соборовне — это такое народное название, на самом деле. Есть таинство Елеосвящения. Елеосвящение. Да, освящение Еле. Это таинство, которое предназначено для больных людей, для тяжело больных людей. Причем, как об этом, кстати, написано, что я почти дословно близко к тексту цитирую, что для людей больных, причем больных, тяжело. Так в правилах церковных написано. Это приложение... А кому не надо ходить на это таинство? А зачем? Мы говорили с вами о том, что и исповедь, и причастие — это врачество, и главное врачество. Но вот когда человек имеет возможность регулярно исповедоваться, да, получать благодать. Ведь мы на исповедь приходим не для того, чтобы Богу рассказать о своих грехах, которые он так знает, и не для того, чтобы признать их. Это надо дом еще делать, признавать. Увидев в себе то, что меня от Бога отлучает, лишает благодати, и приняв твердое решение, больше этого не делать, чтобы не вредить себе. Но понимая трезво, что только моих усилий слабых не хватит, что мне нужна помощь Божия, я иду за этой помощью, чтобы этой помощью у Бога попросить и в таинстве ее получить, эту благодатную силу и власть победить те дурные привычки, греховные привычки, которые во мне есть. Но получив эту помощь, эту силу, надо же ее использовать. От того, что ты пришел на исповедь и что-то сказал, Бог не щелкнет пальчиками и не сделает тебя другим. Это тебе надо над собой работать. Тебе дается оружие, тебе дается сила. Эту силу надо использовать. Но когда человек болен, тяжко, у него и времени-то, может, уже нет на это, и сил тоже нет, для того, чтобы так шаг за шагом, поступенно, постепенно, методично себя с помощью Божьей исправлять. Поэтому дополнительно через это таинство подается благодать. То, что говорится, что забытые грехи прощаются. Ведь дело в том, что такое прощаются грехи. Ты не знаешь, что где-то кто-то вычеркнул, вымарал или снял там судимость, да? Нет. Именно то, что дается силы, дается благодать для победы над этим. В этом смысле прощаются. Само слово «прости» обозначает «помоги мне выпрямиться». Просто это прямо. Поэтому, что ведь Бог нас обеду не держит, да? Что мы, Господи, прости. В каком смысле? Вот меня, Господи, от тебя уклонило. Помоги мне вернуться в нормальное положение. Потому что моих сил только лишь недостаточно. Есть вот учение такое церковное о синергии. Сотрудничество. Да. Сработничество. Да, совершенно верно. Взаимное действие воли Божьей и воли человеческой. Воля Божья направлена неуклонно всегда в одну сторону. К благу, к пользе каждого человека. Поскольку каждый человек для Бога это самая большая, ничем не сравнимая ценность. А вот наша воля, увы, туда-сюда мотается. И вот научиться ее в ту же сторону направлять, куда направлена воля Божья. А что для нас полезно, что для нас не полезно, кому как не творцу нашему знать. Понимаете? Вот затасканный мной уже пример, уже много раз его повторяю. Если взять, например, микроскоп и начать им гвозди заколачивать, или телефон, начать им мобильный, да и начать им орехи колоть. Полезно будет для него или нет? Для ореха? Нет, не для ореха, а для телефона. Да, скорее всего. Или для микроскопа. Нет. Ну, микроскоп-то там тяжелая станинка. Может быть, и получится. Но все равно собьются настройки. Для микроскопа, да. Не полезно. Ну, и телефону не полезно. Почему? Потому что он для этого не предназначен. Его создателем. Такую функцию в него не закладывалось. Поэтому для чего он предназначен? Создатель это знает. Да, конечно. И он дает нам рекомендации, соответственно, своих знаний. Также и наш создатель дает нам рекомендации. И говорит, что тебе вот это не полезно, а вот это полезно. Он нас творил для жизни. Для бесконечной жизни. То есть для бесконечного совершенствования, роста, развития. А это возможно только тогда, когда мы трудимся с одной стороны. Причем трудимся творчески. Но при этом не делает того, что нас отлучает от Бога. Поскольку нам необходимо еще напитываться дополнительно благодатью Божией в достаточной степени. Поэтому вот два. Трудись и молись. Два весла. Как в одной притче сказано. Будешь грести одним веслом, будешь крутиться на одном месте. А вот вспоминаю, отец Алексей, еще про одно весло. Вот мы упомянули, что молитвой и походом к врачам. То есть духом и телом занимаемся для того, чтобы выздороветь. А вот существуют же еще всевозможные целители, бабушки. Кто-то еще травки собирает. Кто-то заговоры делает. Эти-то вредны или нет? А вот особенно, когда у человека дар есть. Руку наложил и голова прошла. К таким-то можно ходить? Можно, но только что из этого получится. Опять вы про можно нельзя. Полезно или не полезно? Об этом речь. Человек травками лечит. Знаете, когда я учился заведующим кафедрой фармакологии в нашем тогда еще институте, был оливудский профессор. Замечательный человек, травник прекрасный. Он каждое лето практически ездил в экспедиции, собирал травы. И у него книги вышли многие на эту тему. Фамилия-то известная. Известная, конечно. Даже недалекому от медицины известная. Что же в этом плохого, скажите, пожалуйста. Когда человек травками лечит. Когда человек дурит других. Когда он, не зная медицины, когда он, не имея знания о человеческом организме, туда лезет и пытается что-то там ради получения каких-то преференций, я не знаю, денежных или каких-то иных. Есть заповедь такая в медицине. Очень важная. Не навреди. Очень важная. Поэтому, когда бабки, бабушки, многие профессора медицины, бабушки, что же в этом плохого? Дело-то ведь не в том, бабушка или не бабушка травками лечит или чем-то. Вот если человек начинает заговорами, типа лечить, то это лечить, знаете, как в молодежном жаргоне. Говорят, не лечи меня, да, вот в этом смысле. Вот лечи. Да, тот самый случай. Ну вот. В медицине все понятно, как в научной медицине, я имею в виду, нормальной научной медицине, понятно, как это работает. И врач ответственно назначает, он знает, чего он хочет добиться, на что он хочет подействовать. А когда все это делается наобум, насколько это этично, скажем так. Другие же скажут, помогает, выздоровела, не болит, раздеваюсь. Есть такое, знаете, понятие плацебо. Представляете, что это такое? Нет. Вот у человека все очень болит, но это все на психологическом уровне. И когда врач убеждается, что, видимо, это вот оттуда, говорит, тут у меня такая таблетка есть, такое лекарство, вообще редкое, редкое. А так вся болезнь? Нет, нет, очень редкое. Как раз для твоего случая. Достал вообще по большому блату и дорогущее, вот на вот, пей. Выпил и все сразу хорошо. Такой психологический уровень. Это с одной стороны. С другой стороны, у человека серьезные заболевания, которые имеют свои патогенез, свои корни, свои причины. И как симптом этого заболевания, боль. Ему сделали, взяли анальгетик какой-то сильный. Наркотик вкололи. Боль прошла, о, болезнь прошла. Все замечательно, все хорошо, понимаете? А болезнь-то не прошла. Симптом-то мы-то убрали один. Всего лишь навсего, понимаете? И также вот, когда всяческими этими пасами, есть еще бесовская сила просто, понимаете? Человек в сотрудничестве не с Богом действует, а в сотрудничестве с бесом, с сатаной. А тот, как известно, обманщик, ведь одно из его имен, дьяволов. Так и переводится. Обманщик, лжец, клеветник. Поэтому он иллюзии создавать умеет очень хорошо. И может, так скажем, обезболить. Может, обезболить, понимаете? Тот же алкоголик, у которого все уже внутри, там, пьяница, пропоется, у которого внутри уже все больное, прибольное. Но он дозу очередную принял, и вроде как и все хорошо. Вроде как и не болен. Вот такая аналогия. Не знаю, насколько она понятна. У нас есть звонок к закату передачи. Слушаем зрителей. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Как я могу помочь своему сыну, как мать? Он работает, у него практически не бывает выходных. Но случилась такая история, что после вскрытия флюсов больницы ему занесли инфекцию. Причем инфекция, что он принес три операции, перенес. После был на краю, можно сказать так. В общем-то, его врачи сказали, что это не мы его вытащили, его вытащил, благодарите Бога. И после всего этого, в общем-то, я его ощущаю не как целостную натуру, таким, какой он был. Он сильно изменился. Ощущение, как будто он какой-то, понимаете, не он. Во-первых, он имеет слабость прикладываться к стартному. По поводу того, что в церковь его, ну, я даже не знаю, как ему это говорить, потому что в церковь он не ходит. У него как бы другое представление, вот, мировоззрение жизни, что надо работать, поднимать детей. И в то же время сейчас такая ситуация в семье, что его абсолютно не понимаешь, жена. Вот. Как вот мне-то, как матери, быть в этой ситуации, как им помогать? Потому что я не могу уже смотреть на то, что происходит. Спасибо. Понятен ваш вопрос. Понятна ваша боль. Боль ваша. Понятна, конечно. Помогаю вам Господь. Очень сочувствую. Но вот как-то странно, что почему-то в понимании многих людей работать, обеспечивать семью и церковь, это разные противоречащие друг другу области деятельности. Либо-либо. На самом деле, почему это стоит разделять? Совершенно не нужно разделять. Одно другому не мешает, а наоборот помогает. И сказано, что недостоин имени христианина тот, кто не заботится о домашних своих. Поэтому, конечно, то, что он заботится о домашних, это большой плюс его. А то, что у него есть страсть к алкоголю, это его болезнь. Вот. То, что он не знает о своей нужде, об отношениях с Богом, то, что это необходимость объективная, это тоже, можно сказать, его болезнь, это его минус. Как с этим справляться? Что матери-то делать? Вот я и веду к этому. Что делать? Как справляться с этим, помочь ему? Но если между вами есть контакт, если вы разговариваете, если есть общение, если он хотя бы когда-нибудь прислушивается к тому, что вы говорите, и пускай не сразу принимает, хотя бы к рассуждению принимает своему, то стоит с ним говорить и пытаться ему объяснить, что к чему. Если сами пока не очень хорошо в этом разбираетесь, читайте, можете обратиться к кому-то из священников, предложить сыну прийти поговорить просто, даже не на исповедь, а просто поговорить. У нас сейчас по благословению владыки наложено дежурство священников в храмах, так что это не такая большая проблема. Вот если же, ну и в любом случае, конечно, в любом случае, плюс еще надо молиться. Вот два весла в данном случае, разговаривать, пытаться объяснить, если между вами есть такие отношения, которые это позволяют, и молиться за него. Вот два варианта. Если же между вами нету такого контакта, к сожалению, бывает, что когда дети взрослеют, то теряется эта связь, с родителями не слышат тех советов, которые родители, исходя из своего опыта, могут дать. Ну тогда остается только молиться. Но это немало на самом деле, это очень серьезная помощь. И сказано так, знаете, что молитва матери со дна морского спасает. Почему? Потому что вот как в том стихотворении «Жди меня, я и вернусь». Когда уже все перестали ждать, мать все равно будет ждать, мать все равно будет надеяться до последнего. Ведь самая главная задача, мы об этом сегодня уже говорили, не в том, чтобы телесно выздороветь здесь, потому что все-таки душа, то есть личность самого человека выздоровела, то есть устремилась все-таки к Богу. А тогда и телесно потом восставить и воскресить Господь сможет, если сам человек выбрал жизнь. А это может произойти и в последний момент земного пребывания. – Главное, не где ты, главное, куда ты. – Да, куда ты и с кем ты, к чему ты стремишься. – Ну что же, дорогие друзья, на этом я вынужден завершать нашу программу. У нас в гостях был, на мой взгляд, прекрасный собеседник, священник Алексей Денисов, настоятель Свято-Троицкого храма Архангельска. Батюшка, благодарю вас за чудесную беседу от всего сердца. Надеюсь, вы у нас еще появитесь в гостях. – Ну, если позовете, наверное, вынужден буду прийти. – Обязательно позовем. Вот, дорогие друзья, болеете – радуйтесь, не болеете – тоже радуйтесь. Главное, будьте с Богом. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok